Всем привет! С вами Сакура и сегодня у нас, как всегда, немножко пустых баночек. И давайте же приступим. Наконец-то у меня закончился от Вольтаж восстанавливающий кондиционер для волос с маслом органы. Огромный объем 800 мл. Девочки, он меня уже так достал, так надоел этот кондиционер. Сил моих в общем не было. Что хочу в общем сказать о нем. Если волосы проблемные, крашеные, убитые, сухие, что с ним, что без него. Но когда я, конечно, состригла половину волос, тогда да, тогда он начал работать, как среднестатистический такой легенький бальзамчик. Бальзамчик, ну, ничего выдающегося, ничего интересного. Рада, что наконец-то, наконец-то его добила. И еще такой нюанс. Значит, когда его стало вот так вот примерно, помпа перестала выдавать продукт. Вот, девочки, я его перевернула, и оказалось, что продукта аж вот столько еще есть. То есть на несколько раз. Он, в принципе, густой. Так, чтобы выливать на руку не получится, это перевернуть. Потом в другую банку пересыпать. В общем, мне это тоже не понравилось, так как у меня уже были волосы короткие, и он вроде как и немножко работал. Почему я должна возиться с ним, не знаю, искать банку куда-то перелить. Не понравилось мне им пользоваться, но добила. Знаете, больше не куплю. Далее. У меня закончилась пенка для бритья. Сенситив Хоум. Это пенка от Ивраше, мужская. Давали ее как подарок за покупку по промокоду мужу на день рождения. Мой муж не пользуется стенками, он не пользуется данными пенками, он пользуется триммером. И эту пенку захотела я себе говорю. Ну, раз такое предложение при покупке 200 рублей, подарок такой, пенка дорогая, около 600 рублей она, да, по-моему, стоит. Давай возьмем. Ну, что я могу сказать? В принципе, мне судить о ней как бы тяжело, потому что она мужская. До женских пенок, естественно, не дотягивает. Нет той скользкости, того комфорта, который, ну, вот с женскими пенками. Естественно, мужской аромат. Ну, пользоваться можно, да. Ну, такое себе для женщин это не самый лучший вариант, я бы сказала. Дальше у меня от Ивраше закончился растительный гамаш для тела. Вот такой вот. Это у нас Botanical Scrub с абрикосом, с абрикосовыми косточками, с пудрой абрикосовых косточек. Обожаю этот скраб, он просто потрясающе пахнет. Это настоящий аромат абрикос. Ну, знаете, наверное, не спелый, а скорее варенье абрикосового. Наверное, так я бы сказала. Аромат, ну, просто нереальный. У Ивраше потрясающе получается передавать аромат абрикос. Почему они не вернут лимитку и не сделают ее постоянной серией? Помните, был с абрикосом гель для душа, спрей. В общем, блин, это было что-то нереально. Классный. Он средний, средней жесткости. Мне очень нравится им пользоваться. Он, этот продукт, этот скраб-гамаш просто потрясающий. Далее, еще один скраб-гамаш, но уже для рук. Точнее, масло-эксфолиант от Ивраше. Тоже его беру постоянно. Кто меня смотрит, знает, что я обожаю этот продукт. И аромат потрясающий. Это что-то вообще волшебное. За ручками ухаживает, помогает как-то их поддерживать. Я обожаю его. Кто меня смотрит впервые, расскажу, что это такая медовая консистенция. Там несколько скрабирующих частиц, несколько видов. На сухие ручки скрабируем, возюкаем. Потом под воду это все превращается в пенку. И потом ручки просто классно пахнут. И такие мягкие. Очень крутое средство, я считаю. Далее, от Kiehl's у меня закончился очищающий гель для умывания. Так, для какой же кожи? Для всех типов кожи. Вот такая вот миниатюрка, девочки. Я так рада, что у меня этот продукт закончился, потому что он мне абсолютно не понравился. И скажу честно, это тот случай, где я впритык не понимаю, за что просят такие сумасшедшие деньги. Но давайте по факту. Это очень густой продукт. Он хорошо пенится, да. Я не отрицаю. Но по сути он... Ну, давайте еще ароматы. Я, как всегда, придирчива к ароматам. Что по аромату? Это вроде бы как средство без отушек, но при этом это средство пахнет, вот, наверное, ингредиентами. То есть это такой аромат, на минуточку, больницы. Ну, не больницы в смысле чистоты, стерильности. Нет, это больницы в смысле, как будто бы какой-то процедурный кабинет, или как лучше выразиться, операционную. Готовят к операциям, там, эти всякие предметы. Ну, вот у меня всякие препараты, очень неприятное какое-то тревожное ощущение при его использовании. Хотя мне никогда не делали операцию, повезло. Ничего мне такого сложного в жизни не было. Но у меня вот такие вот ассоциации с ним возникают. И при этом этот гель, он абсолютно ничего сверхъестественно не делает. Он просто очищает, он просто умывает. То есть нет какого-то сверхухода, обеззараживания кожи. Это также работать будет, абсолютно простой гель для умывания, самый-самый дешевый. Поэтому нет, мне не понравилось. В общем, добила, больше связываться не хотелось бы с данным продуктом. Далее у меня закончился крем для рук от марки Next Beauty. Вот такая вот свинка. Это у меня Rich Piggy Hand крем по аромату. Аромат приятный, очень нежный, еле уловимый персиком. По консистенции очень странно. Это гелевая какая-то консистенция, при этом жирная. И такое впечатление, что это то ли вазелин, то ли силикон. На руки это использовать абсолютно нереально. Это не впитается. Я использовала ножки под носочки. Тогда да, можно еще как-то добить продукт, потому что, ну, все думают, наверное, что я все-все выбрасываю. Но нет, я выбрасываю продукты, которые, ну, вообще, я не знаю, как применить, либо они невыносимо пахнут. Но если я вижу, что крем для рук, я его могу использовать на ноги, то я его добиваю. И эту свинку я не выпрошу, а помою и отдам дочке баловаться. У меня еще две такие свинки, я их также использую. Далее у меня закончилось, не закончилось, я сейчас использую мыло от марки Барва. Это у нас с ромашкой, гипоаллергенная. Это мыло, оно хорошее, оно очищает ручки, не сушит, не раскисает, держит форму белого цвета. Но это, я бы сказала, простое банное мыло, наверное, потому что оно ничем не пахнет абсолютно. Ну, если принюхаться, то, наверное, просто пахнет мылом. То есть, никакого аромата, никакой отдушки нет. Ну, наверное, хочется что-то поинтереснее, но имеет место быть. Попробовала и попробовала. Не знаю, по качеству хорошая, но аромата все-таки не хватает. Девчонки, это все, что хотелось вам показать. Это все, что закончилось за последние пять дней, я даже просчитала. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока!